Нагорный Карабах Добрый день, Александр Баксович Здравствуйте Вот такой вопрос Ситуация в Арсахе на самом деле достаточно сложная И вот церковь заявляет признание независимости Но похоже это является одним из камней преткновения Да так ли это? Если да, то почему? Ну во-первых, ну понятно, да, церковь есть церковь И она призывает к различным способам мирного урегулирования конфликтов И зачастую ее призывы, они, ну церковь делает то, что делает церковь Разговаривает моральными максимумами Я политолог И в силу этого факта я, во-первых, могу сказать, что признание независимости Какой-либо страны не является гарантией безопасности для нее Я вам могу накидать сейчас десяток стран На вскидку, независимость которых признана И которые, тем не менее, подвергаются нападениям извне И всяким, всякого рода проблемам, связанным с войнами внутри Да, Сирия признанное государство Она признана в том числе и Турцией, например Да, и как это ей помогло И Ирак тоже был признанным государством и является признанным государством И то, что там происходит, тем не менее, там происходит Кувейд был признанным государством, ну и так далее Можно до бесконечности перечислять всякие случаи, когда государство признано Но, тем не менее, оно подвергается различным рода опасностям Нападениям со стороны государств соседних Очевидно, то, что имеется в виду такого рода риторика, это не то, что Нагорно-Карабахскую республику, что должны признать Уругвай или Парагвай, а что его должен признать Азербайджан. То есть речь идет о том, чтобы Азербайджан согласился с тем, что эта территория, территория Арцаха, не является территорией азербайджанского государства. Ну, если чисто теоретически попробовать это представить, то тогда можно действительно подумать, что как минимум степень опасности резко уменьшится, ибо Азербайджан на эту территорию претендовать больше не будет, ибо он признал, что это не его территория. Только представить такое мне чрезвычайно сложно. Не для того Азербайджан воевал в 2020 году, не для того Азербайджан до этого десятки лет к этой войне готовился, и не для того Азербайджан совершает сейчас, буквально на наших глазах то, что он сейчас совершает, и в отношении Нагорного Карабаха, и в отношении Армении. Если послушать риторику, которая раздается из Азербайджана, то врагом Азербайджана считается не просто государство Арцах, не просто государство Республика Армения, а армяне в этническом смысле. Вот армяне являются врагами Азербайджана. В этом варианте, как моральное максимум, да, но если бы Азербайджан это признал, то это было бы каким-то серьезным шагом к миру в регионе. Только мне кажется, что сейчас это, к сожалению, может быть только моральной максимой, а в политическом смысле Азербайджан продолжает добиваться того, чего он реально хочет, того, к чему он стремится, что было причиной войны 2020 года и в этом смысле осталось незавершенным для Азербайджана. Да, Азербайджан одержал победу, конечно, это нельзя отрицать, но он ее одержал не полностью, своей цели полностью он не достиг. Целью этой является отнюдь не признание Арцаха независимого государства, а Арцах без армян. Азербайджану нужен Карабах, и Карабах как территория, а не как люди. И в этом смысле я боюсь, что мы очень далеко от такого рода способа разрешения договора. А что в этой территории такого, что вот за нее держится? Я понимаю, что это родная родина для армян, для какого-то количества азербайджанцев, но тем не менее. Она имеет именно вот какое-то такое мистическое значение или что-то такое литератическое? Ну, конечно же, для Азербайджана очень большое символическое значение. Азербайджан, это тоже, это надо понимать, надо, это одна из методик, при помощи которого ты должен понимать ситуацию. И если ты этим занимаешься, если ты специалист, но если нет, тоже. Ну, всегда нужно попробовать встать на сторону другого, попробовать взглянуть на эту ситуацию глазами азербайджанцев, да, в данном случае. Это нация, которая потерпела поражение в войне 1991-1994 года, и 26 лет она чувствовала нация, чувствовала себя фрустрированной, чувствовала себя потерявшей ту территорию, которую она считала своей. И считала она ее своей, ну вот, до такой степени, что все эти 26 лет на этом, на реваншизме, на возвращении на этой земли, да, на том, что там находятся какие-то огромные ценности для национальной, да. Это проблема беженцев, которая действительно существовала и существует, то есть люди, которые жили в тех местах, где шла война и оказались на территории, вот, на той территории Азербайджана, которая контролировалась тогда Азербайджаном, да. Вот сейчас по-прежнему азербайджанцы же не могут на ту территорию перемещаться, которая оккупирована в результате войны 20-го года, но во всяком случае сейчас есть ощущение, что вот одержана победа. Это ощущение национальной гордости, это ощущение того, что вот удалось в войне победить, это ощущение консолидации, это символ в конце концов. И это важно для азербайджанцев. Я насчет экономической составляющей, я не знаю, сложно мне судить, я не экономист, но мне не кажется, что Карабаха это такая чрезвычайно важная для Азербайджана, что там не содержится никаких там особо ценностей огромных, да, которые Азербайджан хочет приобрести. Но для азербайджана современного это важно. И кроме того, второе, что я скажу, постараюсь коротко, да, это то, что на протяжении всех этих 26 лет до войны это все раскручивалось в средства массовой информации, раскручивалось государством, строилось на этом воспитание молодых людей, начиная буквально с детского сада. Это не метафора, это вот действительно так происходило, да, и в школах, и в высших учебных заведениях, и в дискурсах, и в печати, и в журналистах, и так далее, и так далее. И вот все это привело к тому, что это действительно важно для Азербайджана, а для властей это очень ведь хороший метод для консолидации народа вокруг властей. Если до 20-го года популярность Алиева была довольно низкой, и он находился в тени популярности своего отца, да, предыдущего, предыдущего лидера Азербайджана, ну вот Гейдар Алиев сделал то-то, то-то и то-то, а вот Ильхам Алиев, в общем, пока ничего не сделал, еще он сыт просто. То теперь, наоборот, он победил в войне, он смог это все организовать, он так все мобилизовал, он так все хорошо устроил, и это как бы инструментально, это работает на укрепление власти. И все это вместе работает на то, что Карабахская проблема, она занимает чрезвычайно важное место, ну как минимум в риторике в современном Азербайджане. Скажите, пожалуйста, а со стороны Армении, ведь Армения, насколько я знаю, так и не признала Арцах, и, собственно говоря, так и остался непризнанным государством. Со стороны Армении почему такое вот движение? С той стороны понятно. Видимо, такое же чисто символическое значение имеет и для Армении данная территория. Конечно, Карабах, Арцах имеет для Армении огромное символическое значение, это Арцах же был кровоегольным камнем строительства армянской государственности, начиная с конца 80-х годов, то есть вот в Армении там Карабахский комитет, это был комитет Карабаха, это была та структура, из которой рождалась армянская элита. Армия в Армении появилась раньше государства, государства еще не было, а всякие отряды, из которых формировалась армия, уже появлялись. Карабахская идея была, ну, таким фундаментом армянской государственности, для Армении это тоже имеет огромное значение. Кроме того, ну, те люди, которые живут в Карабахе, они не граждане Армении, а граждане Арцаха, ну, это ведь формальная вещь, да, а реально армянское общество ощущает их частью себя. Армя, это такие же армяне, которые говорят на том же языке, там, исповедуют ту же религию, там, носят те же имена и фамилии и так далее, и опасность для них, это опасность для нас тоже. Нападение на Карабах есть нападение на нас, на нас в широком смысле, на нас армян, да, и в этом смысле, да, это имеет большое значение для армян тоже, но к этому прибавляется еще то, что для армян, в отличие от азербайджанцев, вот в данном контексте, Карабах это не только и не столько, может быть, земля, это люди. Это живые люди, которые живут там, и живут они там тысячи лет, и у них там дома, и они там проживают, и там могилы их родителей, там живут их дети, и так далее, и так далее. То есть, речь идет тут не только о земле, которую, как в случае Азербайджана, да, которую надо захватить и людей оттуда выгнать, а речь идет о живых людях, которые там проживают и которые имеют право на то, чтобы жить там, где они хотят, и так, как они хотят. И это прибавляется к тому чувству, которое есть у армян в этом смысле. Скажите, вот вы сказали живые люди, но это с армянской стороны живые люди, с азербайджанской живые люди, они живут там, это их земля, родная, как бы, и почему они не могут между собой договориться? Может быть, дать им возможность договориться между собой? Не получается, чтобы, ну, не скрывали внешние силы, а вот как-то, может быть, самоопределение вот этих людей, и позволить им это сделать? Может быть, это решение конфликта? Почему не происходит вот это убежение? Или это амбиции какие-то большие политические? Да, вы меня спросили, я забыл ответить по поводу, а это связано, по поводу того, почему Республика Армения не признала Арцах, восполния, да, так сказать, извините. С самого начала идея была в том, что мы ведем переговоры, идет минский процесс ОБСЕ, идет переговорный процесс, и уступкой со стороны Армении является непризнание сразу НКР, потому что если ты признаешь ее сразу, то о чем переговоры вести? Да, конечной точкой, а не начальной точкой переговорного процесса должна была стать, должен был стать статус Карабаха. Это так было, так шел этот процесс, к чему он привел бы, видели, в конечном итоге ничего не получилось, процесс был сорван, и процесс был сорван именно в нарушении одного из принципов минского процесса. Их было три. Принцип нерушимости границ, принцип самоопределения нации и принцип мирного решения конфликта. Ну вот, в той части, в которой Азербайджану для себя удалось его, так сказать, решить, это не мирный способ решения конфликта. Сейчас, опять же, если сейчас, очевидно, так решили, так считают элиты Республики Армении, принятие, признание Республики Арцах в состав Армении будет являться агрессией, претензией на территорию, которую Азербайджан считает своей территорией. Соответственно, существует две проблемы, опять же, в риторике нынешних властей. Первая проблема – это взаимоотношения Республики Армении и Азербайджана. Проблема границ, делимитации, демаркации, установления дипломатических отношений в каком-то там будущем, мирный договор и так далее. И проблема Арцаха, проблема Карабахских армян, которая никуда не делась, она осталась. И это проблема – определение статуса этих людей. Статуса в том смысле, что эти люди должны продолжать жить на этой территории безопасно так, чтобы это их устраивало. Этот процесс, я бы не сказал, что очень оптимистично можно к нему относиться, но, во всяком случае, идеология этого процесса такова. Но все-таки вы сказали про элиты, а вопрос у меня все-таки прозвучал, почему-то люди, живые армяне, азербайджанцы, они же могут у Шалома Алейхмова, насколько я помню, был Тыве Молочник, такая пьеса, где в одной деревне жили русские, евреи и все остальные. Потом что-то случилось, и прогнали. Почему вдруг происходит, почему люди, которые живут вместе, нормально жили, почему они не могут сейчас договориться и определить свой статус и сказать, что мы будем такие? Может быть, эта формула работает, нет? Я помню эту повесть Шалома Алейхмова примерно потому же, потому что между ними пролегла кровь. Потому что была война, потому что те люди, которые таким образом жили, они уже давно таким образом не живут. Потому что тут, в отличие от Тыве Молочника, где это были люди действительно, люди, может быть, иногда не самые хорошие, но это были люди. А тут есть уже и государство. Тут же речь идет не о том, чтобы дядя Ахмед с дядей Самвелом договорились. Дядя Ахмед с дядей Самвелом в какой-нибудь Москве, в каком-нибудь Тбилиси или в каком-нибудь Нью-Йорке вполне могут как-нибудь договориться. По крайней мере, иногда они договариваются. А вот тут речь идет не о дяде и тете, а о государственных образованиях. И армянское государство, оно существует вот там, где оно существует. Армянское государство, я имею в виду Арцах, непризнанное армянское государство. Азербайджанское государство существует там, где оно существует. И право друга владеть собой они не признают. То есть Азербайджанское государство сейчас фактически говорит, что субъекта такого не существует. Люди, наверное, есть, говорят они. Причем всегда это даже звучит немножко забавно, потому что есть такой феномен, что азербайджанцы все время в своей риторике пытаются преуменьшить количество армян на территории Арцаха. Они говорят, их там не 120 тысяч, а 100 тысяч, 50 тысяч, 30 тысяч. Казалось бы, да какая разница, там 3 тысячи или 200. Но вот попытка преуменьшить, попытка снивелировать, попытка показать, что этих людей нет. То, что говорит зачастую президент Алиев, очень часто звучит, как карабахская проблема не существует. И Карабаха не существует. В последнее время в азербайджанской риторике они стали, причем под азербайджанской риторикой я же имею в виду не журналистов или там членов гражданского общества или еще каких-нибудь там частных людей. А государство, они в последнее время, теперь слово Нагорный почему-то нельзя произносить. Если ты по-русски разговариваешь, надо говорить только карабах, без слова Нагорный, потому что оно русское. Ну и так далее. То есть это все непризнание людей, которые там живут, на право субъектность вообще. Как бы этих людей не существует. Это мы очень видим по тем территориям, которые были захвачены в результате войны. Если предположить, что Азербайджан хочет, как тоже иногда говорится, чтобы граждане Азербайджана армянской национальности имеются в виду люди, которые живут в Арцахе. Никакими гражданами Азербайджана они себя не считают, но неважно, такая риторика. Если они не совершали преступления, то уже не очень понятно, что это такое. То они могут жить на территории Азербайджана и обладать всеми теми правами, которыми обладает обычный азербайджанец. У меня вопрос, где тогда те 38 тысяч людей, которые жили на тех территориях, которые были захвачены Азербайджаном? На юге Карабаха, в Адруте, в Плачине и так далее. Вот на тех землях, которые оказались захвачены Азербайджаном. Где эти мирно живущие армянские граждане Азербайджана, эти самые женщины, старики, дети и так далее? Их нет. Они любят или изгнаны. Соответственно, вот видя, что вот эта вся риторика означает вот именно это, ну, понятно, что этим людям, которые там живут, не очень хочется кончать жизнь коллективным самоубийством. И поэтому договориться не получается. Значит, исходя из этого, исходя из того, что вы сейчас сказали, то есть никакая миссия ОСЕ, ни Евросоюз, ни Россия, ни что-то, не смогут, введение войск, не смогут, насколько я понимаю, решить эту проблему, так или иначе. Нет, я так и говорю. Нет, нет, я просто, я предполагаю, что видим такое, потому что если люди не договариваются, как ты их не разделяй, все равно, вот они должны между собой как-то научиться разговаривать, надо попробовать договориться. Скажите, в связи с этим, а есть ли какая-то, вот на ваш взгляд, такой чисто человеческий, возможность решения данного вопроса? Он существует вообще в принципе? Существует, да. Есть такие, такого рода конфликты, которые были решены. Это очень непросто. Должен сказать, к сожалению, что подавляющее большинство такого рода конфликтов часто не решается. Но я вам скажу, что всего лет 100-150 назад государств было в мире меньше в разы. Просто в разы. Ну, например, вся Африка. Во всей Африке было всего лет 70-80 назад два государства, Эфиопия и Либирия. Все остальное было Англией, Францией, Португалией и так далее, то есть колониями. Было время чуть раньше, когда в Латинской Америке не было государства, а все это было Испанией, Португалией. Было и так далее. Еще когда мы с вами, судя по всему, родились, карта мира была совершенно другой. Ни Армении, ни Грузии, ни Азербайджана, ни Хорватии, ни Сербии и так далее не существовало. Было Югославия, был Советский Союз. И так далее. Была Чехословакия, а не Чехизо-Словакия. Существовало ГДМ. Государство все время образовывается. Государство все время образовывается и другого способа образоваться государству, кроме как выйти из состава другого государства, нет. Потому что земля давным-давно вся поделена. Ну, кроме Антарктиды, но в Антарктиде пингвины пока еще свое государство не образовали. Соответственно, государство... В пустыне еще есть. В пустыне тоже принадлежат какому-нибудь государству. Они нарисованы определенным цветом. И государства появляются, они появляются... Это очень непростой процесс. Это очень тяжелый процесс. Иногда это не получается. Иногда бывают ужасные следствия этого процесса. Но сказать, что люди не могут научиться жить, нельзя. Другое дело, что я не думаю, что это может случиться быстро. И в этом смысле разделение нужно. В этом смысле все эти ОБСЕ, ЕС и Россия и так далее. Все эти механизмы, которые приводят к тому, что люди решают свои проблемы. Вот эти люди, о которых вы говорили. Не с автоматами Калашникова в руках, а за столом переговоров. Пытаясь учитывать интересы друг друга. Пытаясь договориться, а не убить друг друга. Не признать право друг друга на несуществование. А признать право друг друга на то, чтобы не соглашаться с ними. Пытаться найти консенсус. Пытаться найти какой-то вариант. То рано или поздно можно представлять, что этот конфликт будет решен. Но это долгий и тяжелый путь. А приблизительно-то сколько? Или вот у каждого, так сказать, свое время? Ой, не спрашивайте. Скажу такое, чего ни вы, ни наш зритель будет не рад. Из современных примеров, ну, я вам скажу, что Кашмирская проблема существует с 1948 года. Индопакистанская, да, по поводу территории. Там проблема Кипра разделенного существует, ну, если не с 63-го, то с 74-го года. Проблема Израиля и Палестины существует. Вот еще Израиля и Палестины не было, они в 48-м году образовались в Израиле. А проблема арабо-еврейская уже была. Проблема Западной Сахары и так далее. Эти вещи длятся поколениями, эти вещи длятся десятилетиями, иногда больше. Это непросто и это может быть долго. Такого рода конфликты очень легко не решаются почти нигде и никогда. Ну, будем надеяться, что в какой-то момент тот или иной конфликт закончится. Спасибо огромное, как бы время у нас закончилось. И я очень вам благодарен за эту беседу. Со мной как бы разговаривал, был на связи Александр Скандерян, директор института в Кавказе. Благодарю вас, Александр Максович, спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok